Это, конечно, не новость, но все же. Владимир Путин пересидел еще одного президента США. С 20 января Белый дом занимает Дональд Трамп. Ну, как Белый дом? По мнению Натальи Головановой, это больше похоже на дом культуры сахарного завода. Вообще интересно, что отношения России и США давно не были хуже, чем сейчас, но никогда наши люди так не переживали за американцев. Мало того, что у них постоянно меняются правители, как будто они не могут определиться со своим диктатором, так у них еще начало разваливаться все остальное. И в первую очередь фейерверки. Перед инаугурацией Трампа что-то пошло не так, и салют в небе сложился не в те буквы. Вместо USA там появилось USR. Эксперты из одноклассников быстро нашли этому объяснение. Оказывается, салюты портит лично Иван Креститель. Видимо, если ты святой, можно хулиганить, и тебя уже не раз жалуют. Но еще более приятное глазу патриота объяснение нашел некто Владимир Ильич. Как будто этого было мало, в крупных городах США начались протесты против избрания Трампа. Знакомая ситуация, да? Люди читали Твиттер, Фейсбук, верили, что их клевый модный кандидат победит, но потом проголосовал простой народ. И теперь остается только ходить на митинги и делать клевые селфи. Естественно, появились комментарии о том, что это проплаченные митинги. Правда, непонятно кем. Когда беспорядки на Украине, это проплатила Америка. Когда беспорядки в Армении, это проплатила Америка. Когда беспорядки в Америке, это... Это жидовская мафия. Впрочем, россияне рады. Некто Эндрю хочет Майдан в США. Чтобы белые на черных, богатые на бедных... Что тут скажешь? Я видел порнофильм, который начинается точно так же. И давайте не будем портить окжителям момент, потому что американцы все равно возьмутся за старое. Трамп уже допустил, что с России можно снять санкции в обмен на ядерное разоружение. Засуньте в жопу их себе и сатану вам пришлем, сука, тварям. Ответил пользователь под ником Мирный. И это только одно наше средство борьбы с Америкой. Басфит утверждает, что у российского правительства есть компромат на Дональда Трампа. Издание, которое славится своими подборками котов, утверждает, что Дональд Трамп во время визита в Москву в 2013 году вызывал проституток себе в номер гостиницы. Странно, что у Басфида такой скучный заголовок. Я ожидал что-то вроде 15 потрясающих проституток, которых Дональд Трамп вызывал в Москве. Но, как известно, русские своих не бросают. Владимир Владимирович Путин заявил, что вряд ли Трамп бы вызвал себе проституток. Хотя они, безусловно, и они у них самые лучшие в мире, безусловно. На этом месте комментаторы обрадовались, потому что и тут мы уделали Украину. Но самое интересное здесь то, как Владимир Владимирович называет проституток. Я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Даже если наша эпоха окажется самой бездарной, мы оставим потомкам как минимум одну клевую вещь. Эфемизм для слова шлюха. К новостям России 21 века. Патриарху Кириллу подарят православный телефон стоимостью от 380 тысяч рублей. Обидно, что одному из немногих людей в стране, которые могут купить такой телефон, его подарят. Но ладно, перейдем к комментариям. Рим Магаланова не хочет благословлять эту новость, потому что в ней что-то не то. Ну ладно тогда. А теперь новости, которые, видимо, одобрила Рим Магаланова, но не одобрил здравый смысл. Это рубрика «Комментарии без комментариев». В России откроют центры реабилитации для мужчин, бьющих женщин и детей. Мужиков уже опустили ниже плинпуса. Когда жена вяжет под два часа без остановки, то только пизделенно может остановить или развод. В свой день рождения Анастасия Волочкова села на шпагат. Умопомрачительная гениталия. В сеть попало видео, на котором свадебный кортеж Карахана Балакиримова грубо нарушает правила дорожного движения. Зачем нагнетать обстановку в стране записями свадьбы, которая была летом? Лучше показывайте, что интересно многим, что там на Украине, и как там в Сирии, и как там беженцы в Европе. Петр Павленский планирует просить политического убежища во Франции. Вау, надо было бы еще его письюзунь вместе с его очком зашить, намертво, дабы накупившийся в этом войне содержимое гноеное говнеца не выперывало бы наружу, загаживая окружающим это создание природную среду. Во время крещенских купаний в Хатемансийском автономном округе умер человек. Погибший был трезв, жалко. Александр Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам российской нефти. Наверное, когда долго лижешь одну и ту же жопу, ощущения притупляются, и хочется новых вкусовых оттенков. Алексей Кудрин считает, что с 2019 года в России необходимо повысить пенсионный возраст. А оправьте-ка этого пидарен рубники. Дмитрий Песков надеется, что Владимир Путин примет участие в президентских выборах 2018 года. Политический анекдот про Путина. Путин собирает Совет Безопасности и спрашивает всех, чего мы будем делать с этой несносной бабой. Шойгу говорит, а давайте ей яйца оторвем. Путин так она же баба, как мы ее оторвем, то а Шойгу в ответ, а мы сначала пришлем, а потом оторвем. Министр труда Максим Топилин пообещал, что в этом году вырастет не только номинальная, но и реальная заработная плата. Один нищий старикан, бывший профессор, хильнув стакан портвина, сказал весело. Ребята, а знаете, почему я еще в свои 78 не умер, не замерз на улице? Потому что я задался целью, чем дольше я буду пердеять, тем больше они будут нюхать. Те, кто меня сделал нищим. И это мне отлично помогает. Это радость. Навалил и жжет. Нюхайте суки. Барак Обама уходит из Белого дома с рейтингом популярности 58%. Вот обезьяна 58-й наш регион позорит. Пензяки ему это не простят. Перед вами имена людей, которые помогли нам сделать этот выпуск. Вы можете стать одним из них, если перейдете по самой первой ссылке в описании этого видео. А пока вы вспоминаете пароль от Яндекс.Денег, к вашему вниманию очень сильная икона. Субтитры сделал DimaTorzok